так сегодня у нас по джанго по чистому джанго последняя тема потому что после этого мы будем отрабатывать совместную работу джанго и в ю джесс понятно мы же что сделали джанго модель научились делать да перед админ заполнять до этого еще научились urls view соединять и разные пути прописывать да и передавать параметры через командную строку а еще до этого проектные эти задания учились делать чтобы ко всему этому так теперь нам осталось что то что в модели есть вывести куда на сайт в каком виде нет в админке мы уже проходили это крайний случай а нам теперь нужен штатный случай штатно как она будет выходить или что джейсон и вот теперь смотрите так ну вот это понятно да это под этим надо делать под вен вам ясно да джанго рест фреймворк называется его установить и после этого нам надо будет дополнительные файлы а именно а вот изменения каску коснуться двух файлов сериализатор новый файл и views сериализатор то получается он преобразует модель джанго в джейсон и для сериализатора мы прописываем здесь много вариантов записи сериализаторы во первых мы подключаем нашу модель вот да и здесь прописываем какие поля и в какой очередности должно джейсоне появляться а так в принципе мы можем написать вот так да ол и все поля будут записаны понятно вот если вы помните моделька ему с админкой мы тоже точно также делали берем админ здесь процесс сериалайзер а здесь админ да и здесь что отображаем списке что будет с этими с гиперссылками и по каким полям может быть возможен поиск на но здесь еще регистрацию делали а здесь импортировали точно также будет сериалайзер аторах вот импортировать но регистрировать здесь ничего не надо где мы будем дальше все подключать во вью да вот смотрите теперь вот ю ю спайда во первых здесь несколько этих подключается вот джейсон респонс подключился ну и я я люблю иногда по колхозному работать иногда по колхозному легче да чем супер современного для колхозного я подключил джейсон вот смотрите вот раз да ю релс и покажу для ареста специально я вывел в ю релс и еще одну ветку да получается вот такой рест выходил и что делает сериализатор если я сразу колхозный вариант показал а так давайте покажем его не колхозный вариант хорошо вот это понятно да мы завели новую функцию которая вот отсюда работает да вот теперь смотрите давайте я сначала не колхозный вариант покажу да это все закроем 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 и вот еще теперь response это его старый да получается отвечалка она раньше тоже использовалась помните и получается qs это where is 3 запрос строки мы его берем откуда вот с модели персона да персона сейчас мы пока делаем все а потом я еще покажу как мы можем применить о рэм там внизу вот примеры свой рэмом да здесь выборка всех да которые через админку мы вводили и теперь возвращает htp response и от вот этого куэса точнее куэрисет не куэрис трена куэрисет да данные возвращают мы не означает что много строк можно возвращать да посмотрим да так она у нас висит до получается так инвентаре жест да и вот он получается а сортированный словарь да потом сортированном словаре получается вот сортированный словарь и к нему еще вот такие он эти сделал да дуплеты да по два но это джейсон или не джейсон нет это не совсем джейсон джейсоне же у нас фигурные скобки потом а это так далее да вот я увеличу чтобы видно было это никакой не джейсон не похоже на джейсон да то есть это его стандартная отвечал когда ищите респонс и чтобы эту стандартную отвечалку сделать уподобить джейсону уподобить джейсону они ввели другой джейсон респонс вот отсюда свой модуль джанго ищите респонс импорт джейсон респонс да и он теперь уже будет мы не перезагружаем джанго просто сохраняем этот файл и перезагружаем здесь страницу и вот он уже видит джейсона но что мы видим что это за непонятные символы это коды русских букв еще кто тючев писал да умом россии не понять аршинном общем не измерить мне особенная стать россии можно только ведь но и здесь проблемы не только с русскими буквами а с любыми не аские символами то есть любыми не английскими буквами это возникнет и но это не читаемо да как минимум хотя можно запомнить ходы вот если погуглить вот это каждый выйдет да и можно даже какую-то секретную грамоту до придумать индейское письмо ага но его специалисты быстро расшифруют такое детское письмо такое да и чтобы это исправить чтобы вместо номеров уникода выходили именно буквы потому что предыдущий раз когда мы использовали вот это и спире спонс там какие буквы выходили русские или не русские да просто оформление было не джейсон да значит должен быть способ чтобы был джейсон и выходили русские буквы да и как это делать да если прогуглик выходит штатный способ переопределить вот этот класс джейсон респонс и подключить его потомка в котором будет какая-то опция задана но это долго и может считается кошерно но это долго и неудобно и тут я поступил как я воспользовался функции джейсон дампс есть такая функция да что она делает нет она преобразовывает джейсон объект строку джейсон объект преобразовывает строку вот и при этом есть опция вот эта опция если будет файлс то буквы будут русские русские буквы будут отображаться по-русски если это будет true английский давайте попробуем и опять же вот этим обычным если теперь способом вывел да новую переменную да мая стр давайте попробуем работает колхозный метод да батут работает да тут работает да а рогозин уже нет да вот давайте можем сейчас проверить вот это труда делаем еще у нас будет нет почему вот это ходы и уникодных букв вместо самих уникодных букв а цифра остались location 4 допустим да вот фаунда то есть если мы опять вернем файлс что будет у нас так с этим джейсоном все понятно да вот квадратная скобка открывающая закрывающая вот фигурная скобка на каждую строку записи да а чтобы еще хотелось бы для полного счастья кроме газировки как нет сортировка она там оттуда я потом покажу лучше методами самого джанго сортировать а здесь касается только оформления вот москва слезам не верят видели да только газировку выпить и я абсолютно счастливый пить хочется а здесь чего не хватает чтобы быть абсолютно счастливым кроме газировки ну чтобы каждый дикшнари начинался с новой строки было бы понятно или непонятно вот ему тут опять еще немножко тогда пока уходим чтобы не испортить старый год я добавил еще одну функцию прийти да вот и юраился тоже она прописана да я сейчас сразу покажу результат работы но он конечно чуть-чуть нет полковно с ним есть так только это уберу здесь фильтр олпа поставлю объект спорта так красота крепота но что здесь колхозного оно не видно а вы чуть-чуть хтмл поднимаете да на хтмлском языке говорите да совсем немного да вот смотрите дополнительные инструменты инструмент разработчика так вот она да исходник получается вот эти отступы через что сделано то есть концы строки да вот то есть но и понимаете да на хтмлском языке через гравитапу да она работает то есть пи если поставить то здесь конец строки будет да еще раз пи на вот это да вот да и следующий пи на вот это да и так далее понятно а как теперь такую такой колхоз сделать вот вот мы вытаскиваем катану вот май джейсон это сериализатор да получается да вот мы его мы его это сгенерировали да получается да теперь май джейсон стринг да вот такую переменную я был и она вначале равна это чему понятно да а а потом делаем это что цикл почему мы что здесь цикле разматываем разматываем которая оттуда вышла по ней цикл делаем да она же снаружи представляет собой список да разматываем ее и получается в каждом шаге цикла да вот это знаете что такое да уже да плюс равно мы спереди добавляем что да и получается каждый элемент да добавляем да и в конце мы добавляем еще что закрывашку да если правило хорошего тона даже в колхозе что открываем то закрываем да не забываем соблюдать а вот это что такое да вот кто скажет смысл этой строки кода здесь есть запятая здесь есть а здесь почему нету да а как мы сделали так что здесь запятая не появилась в условии что прописано если джей меньше чем последняя цифра да последний индекс в этом списке то ставится запятая да условия соблюдается сколько элементов здесь списке раз два три да то есть получается это элемент номер 0 это элемент номер 1 а это элемент номер 2 и проверяем цикл так это сам лэн мэй джейсон чему равен нет сколько здесь элементов в списке вот в этом сколько здесь элементов три да значит он равен трем да а мы еще от трех что делаем почему отнимаем единицу это люди считают с одного да а мы считаем с нуля да это людишки с одного считать начинает да а мы с одного считаем с нуля точнее да то так мы компьютеры да и так получается значит последний элемент будет номер какой вот этот нет номер порядковый номер 3 3 сколько 2 почему 2 почему 3 потому что 1 это 2 это у нас элемент номер 0 это элемент номер 1 это элемент номер 2 2 значит получается процент длина у нас равняется трем да 3 минус 1 будет сколько а меньше двух это какие значит подходят 0 подходит 1 подходит 2 подходит нет и значит какой бы у нас длины не был этот список последний будет с запятой нет а до этого которые были вот немножко колхоза у нас понятно потому что почему колхоз фреймворки они заставляют человека не программировать а просто вписывать данные но иногда все равно надо иногда программировать надо понятно а так теперь и потом вот эту строку просто мы htp респонсом выкидываем а мы можем это оформить в виде этого да функции давайте давайте сразу в виде функции оформим да def колхоз да и в нем колхозе у нас будет 2 2 2 переменных да одна тоже да май джейсон май джейсон и здесь возвращаем что вот это возвращаем да на месте 3 почему мы колхоз выносим функцию только здесь ну чтобы если у нас еще другие будут вюшки да каждый раз вот этот колхоз не переписывать с функции на функцию да один раз определили и что и много раз использовали круто один раз написать много раз использовать да тогда у нас и код сокращается и работы меньше будет так работает работает да мы получается колхоз вывели в отдельную функцию да так я еще хотел показать вам чуть-чуть работу с ORM ORM в прошлый раз мы с вами разговаривали нет а почему ввели модели а а хотя можно было бы прямой SQL доступ сделать почему а лит лаган в в каждом варианте с сервера есть 1 процентное отличие 1 2 от стандарта SQL которые делают сильно разными подключение каждому серверу то вот как в серверском языке язык региональный язык каждого региона содержит возможно 1 процентное отличие которое иногда может привести к тому что выходцы из разных регионов друг друга не поймут да понятно вот и поэтому авторы Django решили ввести что-то среднее для того чтобы Data Definition Language вместо него они ввели модели а для Data Manipulation Language вот SQL же вы проходили SQL да он же из двух частей состоит Data Definition и Data Manipulation да Data Definition это Create Table создать таблицу Alter Table изменить таблицу Drop Table да а Data Manipulation Language это insert select update delete да 4 команды ну кроме insert да возможно они все с условиями да чтобы со всеми серверами базы работать единообразно кроме того чтобы создавать структуру данных с ними еще надо оттуда вытаскивать данные да а вот для того чтобы вытаскивать в Django есть такой ORM который позволяет делать запросы ну не особо изучая язык SQL а все будет похоже на питоновские коды понятно вот например самое простое это выбрать все да person objects all это уже работало да теперь мы можем не все выбирать а вот по фильтрам да если first name вот есть такие фильтры двойная нижняя черта и фильтр ставят есть фильтр contains потом i contains это без различия большая или маленькая буква да и так далее там куча фильтров вот здесь можете посмотреть туда же прямо я закинул ссылку можете поэкспериментировать с этим здесь он вытаскивает получение всех объектов это all да с помощью фильтров вот есть exclude который позволяет вот допустим если дата то можно из даты год вытащить вот так да видите и равен чему то сделать или вот какое то поле начинается чего-то да кроме вот этих говорится потом вот начинается с чего-то в общем вот такие разные фильтры есть вот i contains это значит без этого без разницы большой или маленький да вот вот допустим здесь можно как массив тоже да как список то есть элементы списка взять тут еще куча вариантов вы можете на каждый вариант я не стал готовить пример вы можете из нул да пустой посмотреть и со всеми попробовать свои фильтры писать там допустим больше чем меньше чем равняется вот lt это less than понятно и так далее вот в общем я привел просто несколько фильтров чтобы не для того чтобы вас заваливать тоннами информации а чтобы вы почувствовали себя там в родной языковой среде а потом уже тонны успеются да вот этот фильтр понятен когда поле first name содержит off да у нас здесь сколько овых в пост на имя сколько постмена содержит овых кто 2 кто 1 так это петров и абдрахманов да давайте попробуем запустить обновить точнее да батут работает батут батут работает может еще разные фильтры попробовать тут еще есть это можно какое-то значение указать вот pk это праймерики а можно числовые значения тоже чему-то равны или прямо равно да сейчас у нас что выйдет точнее кто выйдет номер два у нас кто был номер два у нас кто был угу как его зовут угу угу нет кто почему-то вышел так а pk равно двум да так давайте так пике равно двум вот смотрим айди у петрова два же правильно давайте все айдешники посмотрим сначала у вас иван потом петров потом адапт рахманов да кстати сортировку мы задали в каком порядке вот в модели умолчательная сортировка есть вот он да если сюда минус убрать он в обратном порядке будет да на же он означает что восстановить а восстановить нам порядке только наоборот да если минус убрать то они не в алфавитном порядке первым у нас будет кто тогда в алфавитном да здесь у нас обратный алфавитный порядок да можете самостоятельно поэкспериментировать хорошо но чтобы вот эта вещь сработала нам нужно что сделать вот этот модуль как называется я подсказку показал модульс да а чтобы модульс то что мы в нем исправили чтобы заработала что нужно делать ну 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 это как вот 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 нет чтобы то что мы изменили в модели изменилось в системе надо что сделать все что мы меняем в модели чтобы она запустилась надо вот мы и мы играли шанс им играет сделать мы что это делали а понятно если этого не сделать оно не появится а вот то что в остальных модулях можно сразу сходу менять ясно только модель через миграцию да вот и так теперь что еще следующий который у нас был это вот этот да получается здесь что означает вот это и ползвук угу 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 до второго включит меня да до одного попробуем так он получается не с нуля начинается до трех если делаем он покажет все да а если мы сделаем до десяти а да какие да может вылететь да не не ругается вот не ругается вот теперь с ориеном тоже да немножко начали понимать я сейчас вам отправлю этот файл в группу хорошо и это видео в группу сейчас наверное еще дальше буду информатом ужас даже две темы сегодня задели да получается вывод из модели в рест апи а почему орэ мы здесь смотрим как вы думаете реквеста почему именно здесь море смотрим мы же с шаблонами не работаем договорились да мы сразу на бюджет отправляем да во первых во вторых в документации про работе с орэмом они работают консоли то есть вот раздают объект а вот в кудлай тоже это есть охраняет я просто решил не засорять ваш мозг вот как шерлок холмс он не знал что земля вокруг солнца вращается да почему было было да доктор ватсон же знал что ползо земля вокруг солнца вращается от шерлок холмс думал что солнце вокруг земли шерлок холмс сказал что мозг человека но это по его мнению да имеет ограниченный объем и дурак его заполняет чем попало как чердак да ну наверное просто шутил получается я просто не стал вам показывать ту информацию которую непосредственно разработки вы используете вот не будет считайте что он подборщики в рамках этого курса да вот понятно и а здесь они показывают заполнение через консоль мы через консоль только вот эти команды делаем редко и как говорится мы через консоль только вот эти команды делаем и все вот эти да а если вот ввод данных через консоль делать это уже это будет перебор да сейчас говорил конечно наша страна красавица но моя это перебор да за событие вот и а здесь они орэм показывают на вводе данных с консоли это педагогично или нет да это не педагогично да да а вот отсюда орэм показывать педагогично да то есть мы что здесь пишем какие фильтры сразу же видно получается вот в этом колхозном джейсоне да удобно да вы можете дальше орэм изучать там видеокурсе есть по орэму 8 уроков связывает между собой таблицы и так далее но сейчас у вас уже получится поставлена основа чтобы видеокурс самостоятельно дальше разбирать потому что мы на уроке же не имеем возможности повторить весь материал видеокурс ограничено но мы должны делать так чтобы человек смог разбираться с этими материалами самостоятельно и если что не получается вместе смотреть да так вот поэтому я сейчас не буду дальше делать информационное переедание коротко еще повторю вот получается мы рест сделали да попробовали разные потом колхоз пункцию сначала внутри вьюшки сделали потом а в отдельную да то есть мысли если еще одну вьюшку делаем этот колхоз как мы будем использовать мы просто еще раз перед вызовом мечи теперь спонса вызовем колхоз с этим май джейсоном хоть двадцать таких новых вьюшек понятно без проблем будет и а зато вот этот текст у нас написан только сколько раз теперь пользу от функции поняли да чтобы вообще лень это если ее правильно применять хорошее качество не тратить энергию если неправильно применять вот тогда она будет плохим качеством да вот из оленей придумали джангу и все остальные эти технологии чтобы не мучиться так понятно да а колхозным путем потому что мы тут объекта ориентированные на вороты не делали а просто сюда добавили по колхозному что функцию но иногда как говорится закон отрицание отрицание не работает слышали по закону отрицания отрицания это же гегелевская диалектика первый закон единство и борьба противоположностей второй закон отрицание отрицание и третий переход количества в качество не мучили вас да нет и ну короче они доказывали что чтобы все люди жили по коммунистическому строю убеждали да и в книге Солженицына Александра Исаевича книги в круге первом там показывается пример где закон отрицания отрицания не работает то есть он посигнул на диалектику и где говорит вот когда движение идет в обратную сторону то есть вот пример болт привел болт да на болту гайка если слишком большим усилием крутить то резьба сорвется и болт с сорванной резьбой отрицает предыдущее состояние болт с резьбой которую можно крутить но этот болт можно расплавить вместе с другим металлоломом и изготовить новый болт да и это новое состояние отрицает предыдущее где по резьбе не крутится но похоже на пред предыдущее да а где нет отрицания отрицания когда гайку крутят в обратную сторону и там они в книге в круге первой там в фильме события были они гегельскую диалектику опровергали вот мы тоже сделали шаг назад то есть не использовали здесь объектно ориентированное программирование а поставили просто что функцию да функцию по колхозному и закон отрицания отрицания не работает понятно так но это немножко лирическое отступление так теперь получается с этим кодом все ясно да вот эти три да получается да три функции у этого колхоза нету реквеста почему нету реквеста потому что эта функция не вьюшка да вот в модуле views все функции которые у которых аргумент реквест они являются чем вьюшками да а цель вьюшки связаться с урлом да а вот этому колхозу есть урл или нету нету колхоза мы вызываем из других вьюшек да понятно в принципе даже по хорошему можно просто его в другой файл вынести даже если таких у нас колхозных приемов когда вы будете много программировать наберется то каждый раз не копировать вставлять в текст лучше сделать модуль это май да и просто оттуда вызывать эти функции ясно чем больше будете делать проектов тем больше у вас будет колхоз да набираться но эти функции они будут вам что-то облегчать в принципе по большому счету можно не колхозить а добавить джанго новую возможность но это уже это уже журавль в небе да ну кто хочет может добавлять джанго новые возможности а мы пока синицы в руках будем что делать да нам надо здесь и сейчас запустить систему ну а кто хочет себе карьеру заработать как один из разработчиков джанго может стать таким образом вот такие вещи добавляем ясно вопросы есть да сейчас я вам дам данные теперь надо с ними поиграть а иначе сейчас слишком много информации стало в единицу времени да у вас информационное несварение вам придется потом информационную капельницу ставить ну я тогда останавливаю демонстрацию и и